С главными новостями дня в студии Ирина Цепитова. Администрация Ненецкого округа утвердила отчет об исполнении бюджета в первом полугодии. О расходах и доходах окружной казны с января по июнь 2016 года на прошедшем заседании администрации рассказал исполняющий обязанности начальника управления финансов Александр Покулин. Доходы региональной казны в первом полугодии 2016 года составили 4 миллиарда 754 миллиона рублей. Это 103,8% от полугодового плана, но в то же время в полтора раза меньше, чем в тот же период годом ранее. Расходы составили более 7 миллиардов 144 миллионов рублей. Это более 97,5% от полугодового плана и на 16,4% меньше, чем в январе-июне 2015 года. Соответственно, дефицит за полгода составил 2 миллиарда 390 миллионов рублей. Государственный долг на 1 июля 2016 года составил 3 миллиарда 800 миллионов рублей. Структура государственного долга показывает, что 3 миллиарда – это кредиты кредитных организаций, 800 миллионов были привлечены к окружным бюджетам, краткосрочные займы из Управления Федерального Конституции и Федеральных Средств под ставку 0,1%. Данный вид кредитования позволяет осуществлять более позднее заимствование кредитных ресурсов и, соответственно, экономить средства на обслуживание государственного долга. Основная причина резкого снижения поступлений в бюджет – отсутствие в первом полугодии доходов в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту «Харягинское месторождение». Нулевые доходы по этой статье фиксируются впервые за многие годы. В 2015 году к 1 июля в бюджет округа от реализации СРП поступило 2 миллиарда 774 миллиона рублей. В целом за последние годы бюджет региона на треть формировался именно за счет доходов от Харягинского СРП. В бюджет 2016 года по этой статье планировалось получить 4 миллиарда 818 миллионов рублей. Однако существуют риски недополучения всей суммы. Основным источником доходной части окружного бюджета в первом полугодии 2016 года является налог на имущество организации. Он составляет в доле поступлений доходной части окружного бюджета 58,5%. Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 4 миллиарда 467,7 миллиона рублей, или 94% от всех доходов окружного бюджета. По словам губернатора Игоря Кошина, чтобы сбалансировать бюджет, необходимо увеличивать доходную часть и снижать расходную, как показал бюджетный квест, игра, в которой жители округа могли секвестировать 3 миллиарда рублей, чаще всего под урезание попадают расходы на госуправление. «Будем снижать расходы, и параллельно мы должны увеличивать доходную часть, потому что сегодня мы берем кредиты на выплату заработной платы по факту. И сегодня большая часть у нас по дорожному строительству, у нас сегодня это федеральные средства, да, и транспортные средства, вот, то вот мы сегодня берем кредиты на зарплату и на собственное содержание. Поэтому, коллеги, будем уменьшаться». Крупнейшими расходными статьями в первом полугодии стали образование более 31% от общей суммы расходов, социальная политика – 17,3%, национальная экономика – 16,5% и здравоохранение – 11,5%. Доходы бюджета после внесенных в него в начале июля изменений запланированы в объеме 16,491,000,000 рублей, расходы – 19,119,000,000 рублей, дефицит составит 2,628,000,000 рублей или 17% от размера доходов без учета безвозмездных поступлений.